Возрождение лесов с помощью военной техники. Миф или реальность? Сильные пожары за первые четыре месяца 2017 года охватили более 2,4 миллионов гектаров территории планеты. Пострадали леса и сельскохозяйственные угодья. Свыше 34 тысяч человек вынуждены были в срочном порядке оставлять свои дома и спасаться бегством от возникшей угрозы. Наиболее пострадали страны Аргентина, США и Чили. В Аргентине пожары уничтожили 1 миллион гектаров сельскохозяйственных территорий. В США с начала года катастрофические пожары выжгли свыше 834,5 тысяч гектаров земли. А это в 10 раз больше, чем наблюдалось до этого ранее. В 2015 году за соответствующий период было уничтожено 46 тысяч гектаров, а среднее значение за 2006-2016 годы 87,8 тысяч гектаров. В Чили огонь уничтожил 480 тысяч гектаров леса. Пожаров такого масштаба еще не было в истории страны. Для возобновления лесов необходимо много времени. Предлагаем в нашем выпуске рассмотреть технологию ученого Маше Аламара и специалистов компании Lockheed Martin Airspace, которая способна помочь в быстром восстановлении выжженных территорий. Это проект по использованию военно-транспортного самолета С-130 для разбрасывания саженцев деревьев в труднодоступных земных областях способом коврового бомбометания. Данная технология может стать большой помощью в озеленении планеты и изменении экологической ситуации в мире. На текущий момент в 70 странах мира в наличии имеются 2500 самолетов С-130. Оборудование для минометания обладает большой точностью и может быть легко адаптировано для посадки деревьев. Каждый самолет за один вылет способен сбросить около 125 тысяч саженцев, а за один день – 875 тысяч. Контейнер для сброса саженцев имеет конусообразную форму и проникает в землю на глубину, достаточную для развития саженцев. Внутри контейнера находятся почва и удобрения, а также материалы, впитывающие влагу из окружающей среды и осуществляющие полив саженцев даже в засушливой местности. Материал контейнера прочный, но, попадая в землю, начинает постепенно разлагаться. Сам контейнер можно видоизменять в зависимости от типа земли, характера местности и заполняться различными необходимыми для конкретной задачи семенами или саженцами. Реализация идеи высадки саженцев с помощью самолета С-130 в два раза дешевле, нежели посадка деревьев вручную. А в болотистой и горной местности такой способ посадки может быть единственно приемлемым. При правильной посадке процент всходов достигает 70%. А что, если объединить эту технологию с технологией выращивания деревьев в пустыне, о которой мы говорили в одном из видео на нашем канале, и таким образом поднять всхожесть саженцев до 90-95%? Как считаете? Если вам известны и другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте нам информацию на почту сайта geocenter.info с пометкой для климат-контроля, а также оставляйте свои отзывы внизу под видео. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей реализации данной технологии на благо всего человечества. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.